Хоу! Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Радио Хакасия ФМ на 91,5. Друзья, доброе утро. Сегодня пятница. Пятница. 22 ноября 2019 года, друзья, зима. Немножко похолодало. Минус 19 градусов сегодня с утра. Ну, плюс-минус 1-2 градуса показывают разные порталы, метеопорталы. И, друзья, у нас в пятницу, я думаю, все запомнили, что эфир начинается в 9 часов. Ну, и традиционно уже, я думаю, тоже все привыкли, что у нас гости в эфире теперь каждый день. Как обычно, помогает вести эфир мне специальный корреспондент телевидения РТС Андрей Пахапов. Андрей, привет. Доброе утро. И, друзья, гостя представлю сейчас отдельно. Ситуация следующая. Одну минуточку. Да. В Хакасии я уже эту подводочку тоже, я думаю, все запомнили. Все выучили в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» реализуется проект «Популяризация предпринимательства». К нам приходят так называемые амбассадоры, лица компании, популяризации. Ими являются, в качестве амбассадоров выступают успешные, активные предприниматели республики. И, друзья, сегодня у нас в гостях очень известная женщина. Такой раз, я прям, я прям, да-да-да-да, да-да-да, да-да-да. Я специально спланировал. Я взволновался, можно сказать. Ирина, кто вы, прежде всего, предприниматель, активный интернет-пользователь, в том числе соцсети, или кем вы себя считаете? Ну, если учесть, что мое хобби соцсетями уже переросло в определенную работу, то есть, то, скорее всего, предприниматель и там, и там. Тогда расскажите поподробнее, вот, вы предприниматель в какой области, чем занимаетесь, и что... Ну, началось все с кафе отдаваться. Да, нет, началось все вообще в далеком девяносто первом году. Вот, то есть, я предприниматель с девяносто первого года. Значит, ну, началось все с перестройки, вот такая я уже, так сказать, древняя слегка. Вот, когда мы, собственно говоря, все ринулись, все ринулись за товаром. Товаром, да. Все прикупили себе клечатые сумки большие и поехали, так сказать, приобретать импортные товары. Челноке это называлось. Да, да, да. То есть, и благополучно я прочелночила, если это можно сказать, ну, лет восемь, наверное. Это благополучно действительно было, то есть, это приносило доход? Это прям было, ну, вы знаете, это было прям весело, да, как-то казалось, что это никогда не кончится. То есть, и раньше, если вы помните, были деньги, там, то есть, тысячи, сотки, миллионы. То есть, когда, допустим, собирали выручку, там, в зале на диване раскладывали, ой, в зале на полу, на полу раскладывали деньги и мешками потом их возили. Так Захарченко, может, был челноком просто? Что-нибудь привязались так к человеку? Да, такое было веселое время, с одной стороны, такое, скажем так, гротесковое, может быть. Ну, и, как бы, казалось, что это никогда не кончится, и было весело, и мне тогда было 21 год, и, то есть, умные люди куда-то вкладывались, что-то делали, покупали ваучеры. Ну, а мы, собственно говоря, проматывали эти деньги. Вот, и когда я в 96-м году закончила институт, это был институт советской торговли, я в него поступала, а закончила я красноярский экономический уже, там, пока я училась, его четыре раза, по-моему, переименовали, в конечном итоге у меня в дипломе написано Красноярский экономический университет. По специальности технолог-менеджер предприятия общественного питания. И вот тогда я себе сказала, ну, думаю, ну, что, я столько училась, надо все-таки как-то идти в профессию. Ну, и вот до 2003 года в параллели с предпринимательством я еще работала как наемный работник, и в 2003 году я открыла первое свое кафе «Тайм-аут» на стадионе, если помните. Да, то есть представители вашей профессии очень его любили в свое время. Вот, и 13 лет оно у меня как бы благополучно просуществовало. Ну, и, собственно говоря, там другие проекты, молодежный центр «Атон» тоже 13 лет. Ирина, вот я вас перебью немножко, мне просто, поскольку мы про бизнес и про предпринимательство разговариваем, все-таки тогда было легче вести, я вот сейчас имею в виду не как бы общую атмосферу, да, налогообложение, вот это все, бумажная работа, волокитская работа, волокита, вся эта бюрократия. Тогда было проще с этим, или все-таки сейчас проще? Вы про какой период спрашиваете, 90-е или 2000-е? Ну, 90-е. 90-е было очень легко, почему? Потому что вначале никто не знал, что такое предпринимательство, у нас были патенты, у нас были такие тетрадочки, и в тетрадочках мы записывали, что продали, что продали. То есть я шла в налоговую с тетрадочкой, они как учителя отмечали, продала юбку плиссированную, там, ну, я не знаю, за 5000 рублей, вот с нее как бы брали налог. То есть это вот на протяжении года трех где-то было. Вот честное слово получается. Вообще абсолютно. А если я юбку продала, трусы вписала, там, допустим? Да, мы так и делаем. Да, мы так и делаем. Давайте золотое все секреты расстроим. А время это было золотое. Да, да, да. Да, поэтому как бы тяжелее, наверное, было, может быть, я бы сказала, в 2000-м, потому что как бы прям нас обложили со всех сторон. То есть вообще столько много было проверяющих организаций, что сейчас как бы маленечко это упростили, может быть. Но в любом случае мы те предприниматели, которые с тех лет, то есть мы уже привыкли, чтобы все было четко. И это, поэтому я думаю, что может быть, кто сейчас начинает, им полегче. А я-то, как это, поговорка-то, я-то зверь травленный. Ну, типа того, да. Типа того, да. Вот, дальше, да. Крайне-крайне интересно ваше становление. А, так, ну, собственно говоря, если по, так сказать, общепиту. То есть вот молодежный центр АТОН, помните, тоже 13 лет он у меня, тоже мы проработали. То есть там и дискотека у нас была. А вы там занимались общепитом конкретно в АТОНе, да, получается? Да, ну, мы вначале как бы у меня было, мы вначале взяли когда в аренду, в субаренду, да. То есть у меня, как бы мы забрали все. Ну, я быстро за два года наигралась в ночные дискотеки, драки, пьянки и все такое. Вот, и потом мы как бы разделили свои полномочия со своим партнером. Он занимался чисто развлекательным, я чисто питательным. Вот. И, ну, 13 лет тоже мы там, так сказать, ну, и кафе Кураж у меня было. И вот большой зал, там и дискотеки, и тоже, опять же, с ваших радиостанций. Золотую молодежь проводили, и артисты приезжали. То есть много всего. Вот. В параллели, в параллели у меня была столовая в налоговой. Хорошо. У меня уже опыт такой-то. Хорошее место. Поближе к кухне, что называется. Да, да. Пробовала себя, кстати... И они поближе к кухне. Да, да, я поближе к кухне. Пробовала себя даже в туристическом, скажем так... Пластыре. Да, пластыре, да. То есть была база на Шира. Ну, это сезонный, как бы, такой бизнес. Ну, как-то я вот не сильно им впечатлилась. Вот. Ну, пробыла лет 5-6, наверное. Кафе «Ностальжи» тоже в одно время было. Буфет в Хакасии был. Работали, когда заходили в магазины «Бикси», мы работали с ними, возили туда салаты там, ну, что они торговали, продавали. Вот. То есть, ну, как сказать, проектов было очень много. То есть их сейчас и не перечислишь всех. Вот на данный момент я как бы все упростила насчет, то есть именно бизнеса. То есть хочется как-то чего-то поспокойнее. У меня просто два банкетных зала, когда мы работаем чисто по заявкам на банкеты. Вот. То есть так что вот так. Свадьбы, банкеты, корпоративы, все к нам. Похороны. Да, 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 и похороны. Хорошо. Теперь немножечко все-таки к иным коммерческим проектам. Вот вы популярный интернет-блогер, там какое-то чудовищное количество подписчиков у вас. Ну, не чудовищно, чё ж. Ну, для Хакасии, может быть, да. Тоже все началось с общепита. То есть начала развивать соцсети в плане кафе. То есть, ну, рекламировать всех кафе. Потом в один прекрасный момент, что у меня пришла мысль снять видео, пригласить, ну, как бы пригласить в гости, там, рассказать о наших акциях. Вот. То есть я сняла видео, какие-то пошли комментарии. Я потом второе видео сняла, потом третье. Потом смотрю, народ реагирует. И то есть плавно-плавно, вот до пяти тысяч подписчиков я дошла в перемешку стоп-кафе. И потом после пяти я уже как бы отсоединилась, как Ирина Тапкасова. И всё. И пошло. Поехала. И поехала. Станцевала ещё вот в поддержку Лолиты в центре города. Когда, вот помните, она в аэропорту станцевала, и её там закидали помидорами. Я думаю, ну надо... Вот откуда сравнение пошло. Да, да. И я как бы в поддержку её возле Азии. И мы шли с администратором. Я говорю, слушай, давай вот... Как-то вот на душе женщину поддержать хочется. На душе не сильно хорошо. Вот. И, ну, народ ходит. Я сумку поставила. Я говорю, ну и всё. В поддержку Лолиты танцую здесь. Я станцевала, и фан-клуб Лолиты забрал этот ролик себе на страничку. И там мне девушка одна здесь, собака, она тоже телеведущая, звонит и говорит, Ира, ты видела там сто тысяч просмотров? Я говорю, да ладно. И вот как бы туда перешла. Да, и вот с этого думаю, ну, значит, наверное, может быть где-то... Ну и, наверное, сравнение с Лолитой ещё идёт в том, что... Внешнее сходство есть. Ну, может быть, да. Но, с одной стороны, как бы, я вставлю хэштег без фильтров. Наверное, не каждый человек может сказать то, что он думает, да. Я в основном говорю то, что я думаю, очень редко я, ну, как бы, лукавить не буду, я лучше промолчу, да. Ну, в основном, то есть, вот что в уме, то и на языке, скажем так. Есть предприниматель, который держит точно так же здесь кафе, бар, которому я не пойду, потому что у меня, как бы, к этому человеку, ну, то есть, я не испытываю к нему каких-то тёплых чувств, и поэтому в его заведение я не пойду, как бы у него здорово не было. Так вот, и поэтому существует столько всяких инструментов, чтобы ваше имя, чтобы к вам хотели идти, чтобы к вам, вот, ко мне даже, вот, например, ну, может быть, даже приходят по не очень хорошему, мы поминальные обеды проводим, то есть, у людей, скажем так, горе, но они идут ко мне, просто вот у них точка соприкосновения сейчас. И они говорят, ой, Ир, можно с вами сфотографироваться, это, вот, ну, хоть, я говорю, вы приходите к нам на банкеты, на свадьбы, то есть, по более весёлым мероприятиям, но люди идут уже ко мне, потому что они знают, что, ну, короче, они знают. Как бы это ни было, как бы это ни было странно, да, то есть, ну, вот, например, я в городе Черногорске был в кафе в связи с похоронами на поминальном обеде, то есть, там было так настолько здорово, что, то есть, ребят, а вот я был здесь на похоронах, давайте здесь в свадьбу сыграем, нам лично кормят. Ну, вы знаете, даже доходит до того, что иногда бывает, что приходят и просят, говорят, вот мы были у вас на поминальном обеде, можно такое же меню, ну, там, убрать. Кутью. Кутью, да. И можно вот такое, потому что, ну, понимаете, у нас, у каждого предприятия должно быть своё УТП, что-то своё. И я делаю ставку на то, чтобы это было, чтобы человек приходил как домой, то есть, еда домашняя, обстановка домашняя, работники у меня все ласковые, добрые, да, то есть, мы прям вот, ну, человек пришёл как к нам в гости, то есть, у нас нету вот этого пафоса, хотя есть такие заведения, которые именно на это работают, и это тоже хорошо. Ну, мы вот свою, скажем так, стезю поймали, да, поймали, то есть, мы вот, к нам приходят, и мы вот прям, человек как друг, да, пришёл в гости. И мы также его обслуживаем, также кормим, и поэтому, как бы, ну, уходят довольные. А как с вегетарианской едой? У вас сейчас модно? Это уже много лет. Ну, есть что вегетарианцам у вас покушать? Нет, есть, конечно, что покушать, но пару раз, может, за мою, так сказать, за мою деятельность в Абакане пару раз были вегетарианские банкеты. Только пару раз. Так что у нас в Сибири любят мясо. Мясоеды кругом. Мясоеды, да. Гороховые котлетки, это прекрасно, конечно, но, друзья, лучше, чтобы они были с салом. Ну, кстати, вот Андрей Пахабов заинтересовался. Да, ещё бы, ещё бы, ещё бы, да, конечно, да. Да, вот просто такое, собственно, да, конечно, вот вы говорите, что как дома покушать? У всех дома разная еда, естественно. Вот вы что понимаете по словосочетаниям «домашняя кухня»? Ну, как «домашняя» вкусно? Вкусно, сытно. Ну, например, и чего? Из хороших продуктов. Что можно найти в вашем меню, допустим? Ну, у нас меню 170 наименований блюд. Ну, самое популярное. Самое популярное? Если банкетное блюдо, то, наверное, форель фаршированная. То есть мы её, это я сама придумывала. Чем фаршируете? А вот не скажу. Секрет фирмы. Да, это я ещё придумала, ещё когда работала завпроизводством, кафе «Грант», я не знаю, помните вы его или нет. Конечно, я вам скажу больше. Это был первый кабак, в который я посетил, который. Мне было 19 лет, и мне на день рождения мой начальник в ту пору подарил поход в это кафе. И я с девушкой, со своей порой. Это было понимание именно кабака. Вот завпроизводством я там отработала с 98-го по 2003-й. То есть я вот от него ушла в свой, так сказать, бизнес. Вот как раз я в вашу, получается, пору и был там. Хорошо, понравилось мне. Ну вот, отлично, видите. Начали с форели. Вот теперь мы так и кормим. То есть форели, в смысле, там невозможно понять, чем она фаршированная, когда ешь. Просто вкусно, видимо, так. Но если секрет. Нет, ну, как бы сейчас рассказывать. Мы, между прочим, на утрах Акасии, на вашем телевидении готовили, да, полтора или полтора года где-то, вот, по пятницам. То есть вот заходите, смотрите рецепты. Хорошо, прекрасно. Я тоже люблю готовить, кстати. Да, там, кстати, форель тоже есть, но не фаршированная. Не помню, какую мы делали. Но рецептов мы штук 60, наверное, сняли. Вы входите в состав Совета при главе Республики Акасия по развитию гражданского общества, права человека. Вам вообще это зачем? У вас энергии много. И время свободного. Или попросили? Все вместе. Вот все, что вы сказали. Энергии много. Попросили. Позиция как гражданина Акасии определенная. На что вы там повлиять можете? Ну, вы знаете, мы сейчас пока... Общественное мнение, то есть это повлиять. Мы сейчас ездили на разрез, смотрели на... Так, как же он называется? Аршановский. Да, то есть по этому поводу много как бы... Есть кто за, кто против налоги. Налоги идут, допустим, к нам идут. Экология. То есть сейчас пока я... Мы выводы никакие не делаем, потому что мы пока, то есть мы буквально в октябре этот совет создался, то есть мы пока изучаем. То есть я сейчас вот вообще ничего не могу сказать, потому что, ну, как бы еще пока все вот в том смысле, что мы ездим, разговариваем с руководителями, разговариваем с жителями, встречаемся. То есть пока вот никакой не могу сказать, подытожить это мероприятие. Ну, на ваше мнение, работа-то нужна в этом направлении? Или можно побоетесь без этого? Не, работать нужно. Ну, как без этого обойтись вообще? Здесь вроде относительно понятно. Вот ваша работа, да, тяжелая, очень много времени требует. Отдыхаете как? Ну, люблю путешествовать однозначно. Где бывали? Везде. Посетила я на сегодняшний момент 18 стран, считаю, да. Вот, в этом году я так три раза за границей была, даже на острове Бали, и целый там месяц практически мы прожили. Ну, вот и отдыхаем как. Читаем книжки, ходим в театры, в концерты, везде. То есть в качестве сейчас блогера очень хорошо. Чем хорошо? Приглашают везде. Какой-то концерт, приезжает какая-то звезда, мероприятие, то есть приглашают везде. То есть поэтому везде ходишь, с ним знакомишься, это все очень интересно. С Винокуром познакомились даже. Я с ним познакомилась еще два года назад, когда был буфет у меня в Хакасии. То есть он пришел к нам завтракать, мы с ним поговорили. Такой очень-очень приятный мужчина, очень, во всех отношениях. Вот, и сейчас два года прошло, он приехал, он меня вспомнил. Мы своим гостям дарим Кирочку, девочка. Кирочка – это оберег такой ручной работы, то есть заряженный. Ну, само собой. Да, то есть всем, кто у нас заказывает банкет, то есть, ну, как бы девчонки смеются, что это копия меня, то есть, ну, маленькая. То есть, я не знаю, сколько мы уже раздали по Абакану, их, может, штук пятьсот. Где-то на кухнях маленькая Ирочка стоит, Кирочка. То есть у кафе Кира, Кири, да, понятно. Вот, и Винокур, ну, Владимир Винокур тоже вот пришла на концерт, то есть зашла к нему в гримерку, и он меня вспомнил. Мы с ним так обнялись, ну, то есть такое эмоциональное у нас очень встреча была. Вот, я говорю, что там с Кирочкой с моим? Он стоит дома, я говорю, ну, все хорошо. Есть у вас, не знаю, какой-то кумир, образец для подражания? Про Лолиту мы уже поговорили. Про Лолиту мы уже сказали, да. Ну, про Лолиту, ну, я бы не сказала, что даже кумир и образец для подражания. Мне кажется, каждый человек — это вот индивидуум. Нет, нет, ну, вот, например, вот, уважаю, вот, например, человек там, я не знаю, это может быть блогер какой-то, это может быть ресторатор какой-то, да? То есть, вот, люблю, уважаю, мне нравится. Я его уважаю. А, все, я понял, да. На ножах, на ножах, которые. Ну, у вас тут про работу, скажем так, да. А почему? Вот я смотрел, я смотрю, я сам готовил. Не, ну, вы понимаете, это шоу. Ну, вы понимаете, там же доля шоу в любом случае есть. Я сам готовлю, люблю, я поэтому подписан на ряд кулинарных блогеров, то есть, вот. И, да, шоу, безусловно, но как-то там совсем про приготовление пищи, совсем не про это, совсем про другое совершенно. Если смотреть, если говорить про, допустим, приготовление пищи, вот, мне нравится Лазерсон, Илья Исаакиевич. Вот, как бы, это практика. Не, ну, вы знаете, как бы, тут... Гордон Рамзи тоже молодец. Да, да, да. Ну, самое, вот, если, например, вот с этого, мне кажется, доступность. Вот доступность. То есть, если рецепт рассказан доступно, и понятно, что человек может поймать. Можно же так завуалировать, что ты, там, я не знаю, сделаешь, и у тебя не поймешь, что получится. Да. Вот, то есть, конкретно, я думала, вы про личностные спрашиваете. И про личностные тоже. Ну, я не знаю, я считаю, что человек, если, допустим, у него, там, 20 ресторанов, и он, там, я не знаю, ведет тренинги, там, допустим, его приглашают на кулинарные эти, какие-то они там фестивали, это уже состоявшийся человек, и его уже за это можно уважать, вот, то есть, потому что человек добился своего, то есть, его признали. И, то есть, признание масс, скажем так, дает мне право тоже его уважать. Может, я его даже не знаю и не пользуюсь его советами, и, но если он уже занял, то есть, он уже великий, то его уже, можно сказать, я уважаю. Это получается, да, это мы так разделили на часть профессиональную, и вот, если говорить о личностных, именно каких-то качествах, ну, вот какой человек, вот согласен, молодец, люблю, смотрю. Ну, позиция жизненная мне вот этого человека близка. Вы знаете, вот, ну, я не знаю, вот я, вот вы меня, как бы, в этот, что порвили в том смысле, потому что, вот, чтобы на 100% сказать, что позиция жизненная вот этого человека мне близка, я все равно, у меня есть какие-то разногласия, какие-то, то, что я с чем-то... Алла Пугачева, соответственно, великая женщина, великая женщина. Не, серьезно, я до сих пор ее слушаю, если, например, мне грустно или еще что-то, я, как бы, у меня есть Алиса, такой, приставочка, с которой можно поговорить. Да, да, да. Да, да. И вот я поставь Алису Аллу Пугачеву и слушаю, да. Так как активный пользователь соцсетей, скажите, а вам, вас не раздражает, скажем так, жаргон соцсетей, вот приведу пример, дедакторы тут подсказывают, пишут такое, девочки, кто не знает Ирину, это большое упущение, она нереальная, она реальная, но в то же время нереальная. Как вам такие обороты вообще, про вас же пишут? Не, ну, понятно, что про меня пишут, но это мнение людей, реальное, нереальное. Я недавно по этому поводу писала пост, когда люди начинают придираться, допустим, к сленгу, к грамоте или еще к чему-то, я пишу свои посты, наверное, душой, да, на эмоциях. Вот я хочу здесь поставить запятую, я хочу восемь поставить восклицательных знаков, чтобы на это обратили внимание. И если мне под постом пишут, о, фразеологический оборот, и начинают мне просто копировать текст с Википедии и вставлять, то есть это я тоже умею, так сказать, открывать, читать и все. Я, если вот разобраться по профессиональным качествам, да, это вот пишут люди, которые, наверное, ну, такие, я не знаю, там, учителя, там, я не знаю, русского языка, там, или вот. Как вообще к критике вы относитесь? Я сейчас на этот вопрос отвечу и расскажу про критику. Ну, это просто вот этот вопрос зашли в тот. Да, да. И каждый человек, наверное, все равно в своей сфере профессиональной, ну, как бы, состоялся и знает. То есть я про котлеты знаю больше, чем, допустим, учитель литературы знает про глаголы. Ну, я же к ней не захожу на страницу, и, допустим, где она там жарит котлеты, говорю, нет, ты неправильно, ты не туда лук положила. Ну, это, наверное, жизненная позиция, кому-то хочется высказываться, кому-то нет. И то, что пишут люди, наверное, нужно читать, вот, то, что между строк там записано, ну, пусть таким сленгом, пусть. Но для меня это приятно. То есть вот то, что написали люди там реально-нереально, может, это как-то каламбурно, как-то вот сумбурно, для меня это очень приятно. И я поняла, что хотел сказать этот человек, который написал. Самое главное. Да. А то, что касается критики, есть критика двух видов. Есть критика, которая объективная, скажем так, да, ну, то есть вот вы, например, ошибку совершили. Я пишу, да, ок, я исправляю, спасибо. Но когда критикуют вот именно с сарказмом, с каким-то, а-а, ты такая, ты вышла тут со своим, значит, этим, и вот ты вот это себе позволяешь. И, то есть, ну, и там пошли какие-то оскорбления, просто в бан убираю. Да, я сейчас к этому, у меня иммунитет уже выработался, я просто сразу же нажимаю в бан до свидания. То есть я даже не комментирую это. Когда оскорбляют именно. Банить. Банить, всех банить. Что у нас под занавес Блиц-опрос? А можно я все-таки про Леди Клуб скажу? А, да, да, давайте. Я вот скажу про Леди Клуб. У нас, значит, до 1 декабря мы совместно с администрацией, наш Леди Клуб, значит, на партнерских встречах, то есть сейчас проходят партнерские встречи предпринимателей, если вы знаете, да, то есть мы совместно с администрацией учредили конкурс «Леди бизнес-2019» и «Леди бизнес-мама-2019». То есть заявки принимаются до 1 декабря, 11 числа. Мы на партнерских встречах, там будет объявлен молодой предприниматель Абакана, очередной конкурс. Хотя, кстати, в 2006 году я второе место заняла молодой предпринимателем. Короче, титулов много, вы про них не спросили, кстати. Вот. И мы объявим вот эти две. То есть информацию можно зайти, значит, в Инстаграм «Леди Клуб 19», посмотреть информацию, на моей странице информация. Девочки-предприниматели, подавайте заявки. То есть и 11 декабря мы объявим победителей двух номинаций, дипломы, вручим этот титул у вас будет. То есть, ну, такой, вашу копилку, портфолио. То есть, ну, вот женщин я продвигаю в нашей Хакасии. Пожалуйста, участвуйте. От вас только единственная презентация вашего бизнеса, ничего сложного. Вот. Замечательно. Опрос? Да. Да, конечно, по очереди, может. Давай. Ты первый. У вас есть семья? Да. Муж. Муж у меня. А детей? Детей нет, к сожалению. Ваша заветная мечта? В Америку. Ну, в смысле, съездить. Жить я за границу никуда не хочу, только съездить, просто, ну, как бы, посмотреть, что там все-таки мне интересно. Вы любите спорт, книги, театр, экстрим, кино? Вот экстрим, вычеркиваю, все остальное люблю. Тогда какое кино, допустим, вам нравится? Жанры? Комедия. Комедия, комедия. В первую очередь, комедия. Ну, исторические люблю фильмы очень. Ну, соответственно, ужасы вообще не смотрю, вообще, то есть это мне противопоказано. Есть ли у вас домашнее животное? Да, у меня есть ее кширский терьер, Лизочка, собачка, ей 11 лет. Она у меня уже такая очень умненькая собачка, очень. Ой, это мой друг. С большой буквы. И тут вопроса такого нет, но я добавлю свой, скажем так, у Блицы. Как вы относитесь к феминизму? Я к нему не отношусь. Ну, ответ понятен. Есть ли тип людей, которые в вас вызывают ненависть? Ненависть, наверное, нет. Я бы не сказала вообще ни про одного человека на этой жизни, что я его ненавижу. Но, как бы, неприятные чувства бывают. То есть я с многим не согласна. И больше всего меня раздражает в людях это, когда обещают и не делают. Опаздывают. То есть обещают, не делают. Там сказал, позвоню, не позвонил. Сказал, пришел, не пришел. Забыл, проигнорировал. То есть это я сразу же почему-то воспринимаю на себя, сразу же проецирую. И прям мне, ну, как бы, я очень впечатлительная, эмоциональная. Поэтому вот со мной надо поосторожнее в этом деле. А что насчет зависти? Есть какие-то чувства к кому-то? Зависти у меня, у меня есть радость за людей. Вот я умею радоваться. Если человек пошел куда-то в гору, начал зарабатывать, начал лучше жить. Вот я прям радуюсь искренне. Вот чтобы там позавидовать, у него там Мерседеса, у меня Мазда такого нет. Матом ругаетесь? Да. А почему шо, пацан? Ну, потому что, я не знаю, в нашем деле, в бизнесе без мата никуда. Как в армии. Да, потому что, как бы, ну, вот правда. Ну, стараюсь, конечно, это все из себя искоренять. Знаю, что плохо. Но прям могу красиво завернуть. Что такое преферанс? Насколько я понимаю, это какая-то игра в карты. Да, даже, наверное. 7,8. 56. Вы любите Путина? Ой, какой сложный вопрос. Какой сложный вопрос. Ну, во-первых, лично я его не знаю, поэтому любить, наверное, я его не могу. Вот так вот, в том смысле, как мужчину, да. Ну, я уважаю выбор народа, наверное. То есть, народ выбрал, ну, что это наш президент. Это наш президент, поэтому, как бы... Отражение нас самих есть такое, есть такое понятие, что, то есть, к нам наши правители, они не прилетают с Луны. Они выходцы из нашего народа. Ну, знаете, на эту тему можно долго беседовать, потому что некоторые говорят, а, его там выбрали, это ты там вообще даже не участвовала. Ну, это, это вот, как, знаете, я в школе была, захватила комсомолы, комсоргам, и председателям совета отряда, и там... В плен. Да, вот выбрали, половина тебя ненавидит, там, двое уважают, ну, что делать? Ну, выбрали, вот и работаем. Начальник обязан быть одиноким. Друзья, радио КГС-ФМ на 91,5, Ирина Тапкасова была у нас в гостях. Никогда не переключайтесь. Спасибо большое, что вы брали время, пришли к нам в студию, было очень интересно. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова